Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова». Я читаю синодальный перевод для библейского портала «Экзегет». Ну, «Премудрость Иисуса Сына Сирахова». «Премудрость», конечно, это не его личная премудрость, это главная героиня этой книги, как во многих библейских книгах в заглаве стоит имя человека, который главный герой, а не автор. Вот, и здесь «Премудрость» у нас в 24 главе прославляется всеми мыслимыми способами, какая она прекрасная, как она от Бога, и как она являет Бога в этом мире, и как она одновременно канал, по которому влага божественной премудрости течет в райский сад, и растения, которые в этом саду растет и питает своими плодами всех прибегающих к ним, к этим растениям, и они снова будут стремиться к ним. Вот вся эта красота очень-очень поэтичная, немножко неконкретно. 25-я чуть-чуть сводит это на землю. «Премудрость» продолжает свою речь. «Тремя я украсилась и стала прекрасной пред Господом и людьми». Какое тремя? Тремя тридцатью тремя уже было в предшествующей главе, еще трехсот тридцатью тремя вообще, о чем мы не говорили. Но вот поконкретнее, пожалуйста, значит, тремя вещами. Это единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена и муж, согласно живущие между собой. Все конкретно и просто. Единомыслие, любовь и согласная жизнь людей, которые вместе. А чего еще надо человеку, у которого есть хорошая семья, у которого есть прекрасные друзья, и все близкие с ним в ладу и мире живут? Идеально. «И три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительно для меня жизнь их». Давайте подумаем, кого она ненавидит. Ну, понятно, закон Моисеев там был упомянут. Убийц, наверное, там, воров. Вот конкретнее, все очень конкретно здесь. «Надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке». Как странно. Почему именно нищего надменного? Почему именно богача лживого? Разве надменности ложь и старика-прелюбодея, а юного-прелюбодея что? Можно? Ничего, да? Смотрите, а мне кажется, здесь еще не просто вот перечень грехов. Они есть. В этой книге, собственно, очень много перечней грехов. Но вот какие-то портреты особенно отвратительных премудростей людей. Ну, не конкретных людей, а образов поведения, типов жизни, что ли. «Надменный нищий». Человек, у которого нет, но он свысока на всех смотрит. Он не просит, он снисходит для того, чтобы ему дали подаяние. Лживый богач. Богач может себе все купить. Но нет, он изворачивается, он как-то там притворяется, что-то. И старик-прелюбодея, ослабевающего в рассудке. То есть, ну, юноша-то понятно. Ему не терпится, не может, он себя сдержать не в состоянии. Ну, старик, который уже, в общем-то, и не очень-то может, да. Но вот он все гонится за тенью удовольствия. То есть, человек, который прибегает ко злу, даже не потому, что он, ну, вот сложилось так, да. Богач может быть надменным, это его свойство. Нищий может быть лживым, потому что ему надо выпросить, да. Он там рассказывает. Вот билет купите мне, не могу уехать. Таких нищих периодически встречаешь. Они там по полгода не могут уехать. Выпрашивают у вокзала копеечку, да. Ну, это потому, что их вот уж жизнь, что называется, заставила. Они так и оправдаются. Но когда нет никаких причин для надменности, для лжи, для прелюбодеяния, вот просто человек привык к этому. Просто вот он уже себя понуждает к этому греховному образу жизни. Вот как это отвратительно для премудрости? Значит, плохи не только деяния сами по себе, а плохо, особенно плохо и отвратительно устроение сознания, да. Когда вот человек прибегает к этому всему, вот потому, что он оторваться от этого не может. Потому что для него ценнее жизни, даже удовольствия или выгоды уже никаких. Чего не собрал ты в юности, как же, малыш, приобрести в старости твоей? Это про старика прелюбодея. То есть если в юности девки не любили, то в старости уж тем более любить не будут. Ну как, как в юности, она нищая, да. В старости человек обычно имеет опыт, там, деньги, я не знаю, друзей, влияние. В юности он этого не имеет, ничего в таких количествах, да. Но может быть, если он это начал собирать в юности, тогда он к старости это получает. И премудрость это еще о том, что ты верно выбрал. И ты не оказываешься в конце вот этим вот, знаете, у Гребенщикова, там, старик Козлодоев, вот такая песня про этого старца прелюбодея, ослабевающего в рассудке. Вот человек, который всю жизнь гнался за какими-то фантомами, да, и вот к старости он ничего не имеет. А если он выбрал хорошо в юности? Как прилично сединам судить и старцам уметь давать совет? Как прекрасна мудрость старцев и как прилично людям почтенным рассудительности совет? Венец старцев многосторонней опытности, хвала их, страх Господень. Если это и есть старость, иногда приходит безмудрость, и, как мы знаем, из самого начала образ такого старика нам и дан. Хвала их, страх Господень. Что это значит? Страх Господень – это начало премудрости. Еще в притчах сказано, и здесь тоже повторено и подтверждено. Значит, их хвалят за премудрость, а премудрость – это страх Господень. Не за старость саму по себе, не за высокое положение, накопленное богатство, приобретенное влияние, а за то, что они носители этой самой премудрости, которую они собирали. Девять помышлений похвалил я в сердце, а десятый выскажу языком. Все премудрость уже умолкла, и говорит сам наш автор. Он сводит все на язык более прозаический и конкретный. Итак, девять помышлений, десятый – тоже такой библейский язык. В притчах, помните, там три и четвертые. Но там обычно плохие примеры, а здесь хорошие. Почему именно так? Почему сразу же сказать десять? А потому что мы всегда можем добавить. Список открыт. Итак, девять плюс один. Это человек, радующийся о детях и при жизни видящий падение врагов. Ну, приятно, что не говори, видит падение врагов. Но радоваться о детях важнее. Блажен, кто живет с женой разумно, и кто не погрешает языком и не служит недостойному себя. Такими пакетами все идет, да? Жить с женой разумно, ну, правда, хорошо. Не погрешать языком своим – очень хорошо. И не служить недостойному себя. Иногда приходится, но что поделать, да? А вот мы все кому-то или чему-то служим. Даже первое лицо государства говорит, что служит там своей стране, да? Но плохо, когда ты вынужден служить не очень, вот, не скажем, глупому или там лживому или какому-то еще недостойному. Когда человек этот недостойен того, чтобы ему служить. Блажен, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слушающих. Такая вот интермедиа, да? Сначала конкретные вещи, потом общая мудрость. Как велит тот, кто нашел премудрость, но он не выше того, кто боится Господа. Здравствуйте, приехали. Только что у нас было, что страх Господний – это и есть премудрость, а тут они разделены. То есть, получается, премудрость, она бывает такая, скорее, абстрактно-теоретическая. Бояться Господа – это вот уже конкретный образ жизни. Вот премудрость, пожалуй, сказана немножко в ином смысле, чем была выше. Страх Господний все превосходит, и имеющий его с кем может быть сравнен. Вот он, десятый, да? Это хорошо, то, все, пятое, десятое, но самое лучшее – иметь страх Господний. Видимо, потому что он есть некоторый ключ к приобретению всех остальных вот этих полезных и приятных даров. Кто там первый у нас был упомянут? Человек, радующийся о детях, видящий падение врагов, а третьим блаженка, живет с женой разумной. Вот об этом дальше подробнее. Ну, извините, дорогие женщины, это немножечко такая мужская книга. О плохих мужьях здесь не будет, а о женах – да. Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую. Всякое нападение, только не нападение от ненавидящих, а всякое мщение, только не мщение врагов. Нет головы ядовития змеиной, нет ярости сильнее ярости врага. Ничего себе, злая жена вместе с ненавистниками и врагами оказывается в одном ряду. Ну, она, может, злая, но она же не враг человеку. Ну, вот он пишет, что враг, что прямо-таки вот равнозначна она тем, кто против него. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женой. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Сядет муж ее среди друзей своих, и, услышав о ней, горько вздохнет. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий грешник, когда пойдет на нее. Ну, то есть, пусть ждет судьба грешника. Знаете, не хочу это комментировать, мне кажется, все понятно. Что хождение по песку для ног старика, да, кто ходил по пляжу песчаного, понимает, очень тяжело вступать, под ногами все расползается. Что хождение по песку для ног старика, то сварливая жена для тихого мужа. Какой-то прекрасный образ. Дойти-то можно, только очень трудно. Не засматривайся на красоту женскую и не похоствуй на жену. То есть, откуда берутся злые жены? А они красивые. У Бунина есть рассказ «Красавица». Как раз про очень злую жену, которую боится потерять ее муж. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Но феминистки, простите, здесь феминизма нет. Сердце унылое, лицо печальное, рано-сердечное, злая жена. Как он подробно об этом? Вот такое ощущение, что в чем-в чем. А в этом Иисус Сансирахов был экспертом. Обо всем остальном он, об остальных грехах. Он говорит, кажется, с меньшим таким вот сердечным чувством. А здесь прямо вот попало. «Опущенные руки и расслабленные колени». Вот когда прям все. Жена, которая не осчастливит своего мужа. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Это же абсолютно христианская мысль. Смотрите, что значит от жены начало греха. Ева, которая вкусила от запретного плода и дала Адаму. «Не давай воде выхода, ни злой жене власти. Если она не ходит под рукой твоей, то отсеки ее от плоти твоей». «Не давай воде выхода». Ну, то есть мы все этим занимаемся. Гидроизоляция, когда там что-нибудь строится. То надо предотвратить протекание. Чтобы крыша не текла. Или чтобы трубы у них тоже, наверное, какие-то были. Чтобы они не протекали. И вот то же самое, когда жена получает власть. Должна ходить под рукой твоей. Должна тебе подчиняться. Это патриархальное общество, и там так это было. Да, про злую жену прямо вот аж до печенок пробирает. Ну, бывают, наверное, хорошие. Так, робко надеемся мы. В 26 главе, да, бывают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова